Доброго времени суток всем! Вы на авторском YouTube-канале Modern Talking Современный Разговор, являющейся платформой для высказанных экспертных мнений по наиболее актуальным вопросам современной геополитики. Сегодня в виртуальной студии известный российский журналист-пролетолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Здравствуй, Евгений! Здравствуй, Расим! Рад тебя видеть! Взаимно! Евгений, хотелось бы на что обратить сегодня наше внимание, о чем разговор, о том, что происходило несколько дней на Азербайджано-армянской границе. Несмотря на то, что прошел год с окончание 44-го дня Отечественной войны, по итогам которой было трехстороннее заявление принято, предусматривающее подписание в дальнейшем мирного договора между Азербайджаном и Арменией, разблокировку границы, разблокировку экономических инфраструктур, мы все равно до сих пор видим провокации со стороны Армении. Недели две назад это было в зоне действия российских миротворцев, бросили гранату, были ранены азербайджанские военнослужащие, могли пострадать и миротворцы российские. И вот сейчас мы видим настоящее поле боевых действий на Азербайджано-армянской границе. С чем это связано? Ну, давайте вспомним ту ситуацию, когда была брошена граната. Меня единственное, что смутило, что передали террориста армянской стороне, российские миротворцы. Я бы, конечно, судил его по российским законам, но бог с ним. Тем более еще тогда посыпались угрозы со стороны армянских националистов, там Сасна ЦРР, о том, что, дескать, если не передадите нам, то мы начнем бросать гранаты против миротворцев и так далее. Но это, конечно, дикость. Кто нам угрожает? Ну, да ладно, это понятно. То есть Армения продолжает накалять обстановку, и мы уже убедились в этом событиями 16 ноября и так далее. То есть резко начались боевые действия в приграничной зоне. Опять же, мы отмечаем, если как конечный результат, что вновь российская сторона спасла Армению от того, от полного разгрома. Будем так говорить, что если бы это дальше пошло, то, конечно же, Азербайджан, получив определенные преимущества, и он имеет все преимущества, как в боевой силе, так и во всем остальном, ну, закончил бы все нерешенные вопросы в течение там нескольких дней. Но этого не произошло, были переговоры, тут же армяне закричали, дескать, Россия, спасайте нас, включайте механизмы ОДКБ и так далее. Ну, то есть и совершенно очевидно, что стало как России, так и другим мировым игрокам, что это очередная провокация армян с целью спровоцировать, опять же, Российскую Федерацию на помощь Еревану любыми методами и, соответственно, пойти против Азербайджана и его союзника в лице Турции. Но Российская Федерация, как мы знаем, министр Сергей Шойгу, министр обороны провел переговоры как с одной, так и с другой стороной. И ситуация несколько улучшилась, прекратились такие масштабные боевые действия, якобы все стало спокойно. И Ереван, опять же, мы отмечаем, вновь заговорил о том, что да, мы готовы к миру, но Азербайджан не готов. Мы готовы подписать там все договоренности по делимитации, но вот Азербайджан не готов. Ну, это такая, как это назовем, столетняя армянская игра уже стала, да, вот дразнить, дразнить льва, используя определенные манипуляции. То есть она дразнит Азербайджан тем, что пока сохраняет Армения союзнические отношения с Российской Федерацией. Но, вы знаете, у меня сейчас кажется, что эти отношения для России настолько стали тяжелые, что она уже не в плане экономическом или таком, а в том, что этот союзник, так называемый, придает Российскую Федерацию, ее миротворцев, ее усилия по урегулированию конфликта на каждом шагу. То есть, на мой взгляд, сейчас должны предприниматься кардинальные превентивные меры по принуждению Еревана к, не то что к меру, а к исполнению даже тех договоренностей, которые были достигнуты в ноябре 2020 года. Ведь когда армянам было очень тяжело, очень тяжело, один день и все, там было бы и Ханкинди взяли бы, Азербайджан, ну и, соответственно, даже того кулачка Карабаха, который остался под контролем, ну, уже российских миротворцев, у армян бы не было. Это же очевидная вещь. Вот. И мы их тогда спасли. Но, опять же, рассчитывая на взаимность определенную, что и Азербайджан в лице Ильхама Алиева подписал договор трехсторонний, опять же, из уважения к Российской Федерации. Я еще раз скажу. То есть, если бы не было достаточно союзнических отношений у Азербайджана и России, то никакое... Ну, что стоило Азербайджану там? Денек-другой и все. И закончить. Да, был бы конфликт определенный, там, опять же, неизвестно какой. Но Азербайджан пошел навстречу Москве. Москва спасла ситуацию, стала основным модератором миротворческого процесса, ввела миротворцев. Ну, потом в течение года Ереван, провоцируя и используя связи Москвы, точнее, используя исторические отношения с Москвой, все время пытался будоражить ситуацию и развернуть ее в свою сторону. Хотя я не знаю, как ее развернуть, если земли им никто не вернет. Им бы, наоборот, договариваться, решать вопрос мирным путем. Ну, вот они бросились в поисках третьих союзников. Ну, в лице, там, Франции, Соединенных Штатов Америки. И я еще ранее говорил о том, что Ереван все время, как только получит какие-то заверительные грамоты, такие обнадеживающие от западных партнеров, так называемых, тут же провоцирует конфликт на границе. С этим нужно заканчивать. И, видимо, я так предполагаю, сейчас вот идет активное муссирование информации о встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Потом, опять же, готовится встреча трехсторонняя в Москве. То есть, я думаю, что сейчас запущены все процессы для того, чтобы все-таки уже закончить с конфликтом на Южном Кавказе. Но, опять же, меня напрягает, лично меня, как российского гражданина, российского политолога, в том, что, скорее всего, западные, так сказать, партнеры, благодаря вот этим провокациям армянской стороны, мы добились определенных успехов. Потому что раньше никто не мог говорить и представить себе, что Никол Пашиняна и Ильха Алиев встретятся за рубежом, то есть на другой площадке. Сейчас об этом идут разговоры. То есть, понятно, что все эти действия согласованы. Ну, Азербайджану, по большому счету, все равно, кто решит ему проблему. Он и сам может решить проблему. Ну, конечно, чем больше будет диалога, тем лучше. Но, на мой взгляд, все-таки Москва приведет стороны к общему миру гораздо быстрее. Потому что мы все знали и видели, как страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, это и Соединенные Штаты, и Франция, за 30 лет вообще ничего не сделали. В принципе, ничего не сделали. И только Москва, будучи также в Минской группе ОБСЕ, взяла на себя уже такой вот тяжелый крест разрешения этого конфликта. Я думаю, что, как бы сказать это помягче. Конечно, армяне будут продолжать провоцировать. Будут продолжать. Даже обещая и, может быть, делая какие-то движения в пользу Азербайджана. Но не то, что в пользу, а выполняя хоть часть тех обещаний, которые были подписаны. Я думаю, что с армянской стороны нужно вести себя гораздо более жестче. Более жестче, экономические санкции, политические. Ну, то есть принуждать к миру любыми методами. Только тогда будет достигнут мир. И, может быть, после подписания мирного договора, даже под давлением, определенные армянские силы, да, может, они там поменяются опять 10 раз, как у них это каждый год меняется, там, министры правительства и так далее. Может, кто-то придет к власти, кто поймет, что для народа Армения лучшее будущее – это мир с соседями. Всем известно, что есть очень такие значимые точки, значимые вещи на мировой карте мира, как, допустим, на политической карте мира, как, допустим, Суэцкий канал, Панамский канал, владение которым приносит баснословные прибыли, баснословную власть. Вот если взять Зангизурский калито, который предусмотрен, его открытие под трехсторонним заявлением, вот если он откроется, это уже будет перестраивание маршрутов поставок, перестраивание экономической геополитики. И, может быть, это тоже есть одна из причин того, что вот сейчас Запад рвется на Кавказ. Южный Кавказ, он очень лакомый кусок между двумя морями, между двумя, даже не двумя, а четырьмя мирами – север, юг, запад, восток. Отсюда проходят все вот эти маршруты, грузопоставок, диалоги цивилизаций, диалоги культуры и так далее. Может быть, это тоже является камнем преткновения в данном моменте, что вот сейчас Запад активизировался. Россия, естественно, горит за свои интересы, Турция за свои интересы. Сейчас у них сложился такой исторический виток, когда они совпадают. Они вместе должны, вместе они будут сильнее. Точно так же, как, допустим, отдельные компании, крутые, они объединяются и выходят на рынок совершенно другой гигант. Вот это может быть. И, может быть, это тоже будет влиять на ход сближения Азербайджана и Армении. И опять этот процесс будет затягиваться. Война закончилась, Азербайджан вернул свои территории. Но вот этот политический, мирный, опять туда камни преткновения сеются. Я думаю, что Дангизурский коридор, проблема его открытия, это является одной, конечно, из важнейших причин вмешательства западных стран в процессы на Южном Кавказе. Потому что, конечно же, открываются новые перспективы, колоссальные перспективы. И не только для Азербайджана, Турции, это и Китай заинтересован в этом. Россия, конечно, очень сильно заинтересована. Но здесь стоит учитывать, что прежде всего в этом может быть заинтересована сама Армения. Но это же колоссальные экономические выгоды. Дангизурский коридор принесет самой Армения. Вот непонимание этого со стороны армянского руководства может обосновываться только тем, что армянское руководство не заинтересовано в благосостоянии своего народа, своей страны. И вообще, может быть, не заинтересовано даже в сохранении государственности Армении. Вот как-то вот такое мнение у меня складывается. Потому что, ну, Зангизурский коридор, конечно, это глобальный проект. Это глобальный проект. И со всеми можно договориться. Ну, конечно, западные страны здесь могут потерять определенное влияние, так как будет переориентированная часть грузопотоков подконтрольных им ситуаций. Я, извиняюсь, перебью, а свое слово вставлю. То же самое, что произошло в случае, когда Азербайджан перекрыл дорогу незаконным поставкам Ирана. Там тоже очень многие потеряли. Говорилось о том, что в течение 30 лет этот маршрут незаконно использовался, в том числе для поставок наркотиков, может, и оружия. И сейчас многие потеряли на том, что вот приходится... Азербайджан заявил свои законные претензии к этому. И вот то же самое вот может в этом случае, если Зангизурский коридор открывается, поставки идут... Часть поставок идут по другому маршруту. Опять кто-то что-то теряет. И вот они собираются все-таки свое... Застолбить свое место. Я согласен с этим. И не случайно же после... Была вот эта конфликтная ситуация с Ираном. Да, дошло добряться неоружием. Конечно, некоторые игроки теряют колоссальные деньги. И отметим, что черные деньги, неподконтрольные деньги, преступные, поставки оружия, наркотрафик, все это было через Карабах. Все это перекрыто фактически. Азербайджан – это будет честный путь. Честный и открытый, под контролем. Несколько стран, я уверен, не будет же это просто. Ведь можно договориться так, чтобы это был общий такой транспортный путь, который будет открыт для всех, кто готов работать честно и законно. Ну, для тех, кто... Один из вариантов, опять извини, что перебил, один из вариантов того, что договориться, это вот инициатива 3 плюс 3. Что задействуем региональные страны. И если бы Азербайджан и Армения были бы один на один, давно бы решили проблему, давно бы пришли бы к общему какому-то знаменателю. Сколько со стороны подсказчиков, столько интересов. Естественно, это все... Ну, здесь Турция, здесь Грузия, здесь Россия, здесь Иран. Вот возьмем так, у этих 3 плюс 3. И, соответственно, с Ираном нужно договариваться. В любом случае, как бы мы ни говорили, что эта страна с определенным укладом правительственным и так далее, она достаточно сильная страна, влиятельная. И, опять же, игра с Ираном может договариваться там. Большие игроки. Турция, Россия. Помогать Азербайджану договариваться. Соответственно, вот с Грузией, Грузия – это тоже немаловажный аспект вот этих процессов на Южном Кавказе. Пока у Российской Федерации нет официальных дипломатических отношений с Грузией. Но, я думаю, это вопрос ближайшего будущего. Есть общее понимание того, что все, кто... Все заинтересованные страны в регионе, они вот, они все на виду, да, все заинтересованы в мире. Но Грузия – это, можно сказать так, форпост Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, 3 плюс 3 – это уже, можно сказать, Грузия плюс Соединенные Штаты. В любом случае. И, возможно, будет сейчас эта игра долго вестись по открытию Залгизурского коридора. Ну, есть основные интересанты коридора, а есть второстепенные. Вот как они договорятся со своими партнерами, вот так и будет. Но я думаю, что это состоится все равно в ближайшем будущем. Пашинян участвует в процессе, в этом самом процессе. Он поставил подпись. И я читаю, постараюсь анализировать очень много мнений о том, что ему... Вот у меня вопрос будет. Это он делает вот то, что вот сейчас война возобновилась? Или же он не обладает всей полнотой власти и на местах работают те, которых 20-15 лет назад назначали на должности или вот брали на работу бывшие президенты Кочарян и Сарксян? Это вот тоже, может быть, как бы политика реваншизма? Что вот этот, как бы, фитиль все не догорает, и он время от времени вот вброс идет, вот эти провокации и так далее, чтобы помешать мирным процессам на Кавказе? Ну, это нельзя, так сказать, не замечать, да, эти процессы. Конечно, кто-то остался после Карабахского клана, но достаточно много было зачищено представителей Кочаряна и Сарксяна. Здесь можно смотреть в другую сторону. На мой взгляд, там есть такой президент Саркисян. Вот он является апологетом, на мой взгляд, как антироссийских настроений, так и реваншистских, потому что он имеет двойное гражданство, гражданин Британии, и, соответственно, интересы как Соединенных Штатов, так и Британии он, на мой взгляд, продвигает. И я допускаю, что Пашинян, хоть он и премьер-министр, хоть он и остался у власти, но он не обладает абсолютной властью. Говорить о том, что в Армении какое-то там демократическое государство, именно поэтому этого не происходит, не стоит. Все-таки он руководитель, он подписывал договора, но не способен их исполнить. Это значит, в принципе, в Армении нет никакой сильной власти. Либо же сделали мы ставки не на того человека, но он представитель государства, он подписал, если он не способен довести до конца все трехсторонние договоренности. Ну что, тогда нужно искать из этого выход. А выход один. Жесткое давление. И с вынуждением тех, кто мешает Пашиняну, не провоцировать ситуацию и сделать так, чтобы окончательный мирный договор был подписан в ближайшем будущем. Если этого не будет, Армения загоняет себя в такую пропасть. То есть, ее будут вот так пинать слева направо, а народ, который и так уже, большая часть населения сбежала из Армении, будет ожидать свое счастливое будущее уже в других странах, куда он в ближайшее время постарается убежать. Остатки армян, которые там есть, здравомыслящих армян, не тех вот реваншистов и фашистов, которые кричат. Пускай они воюют, с кем они только будут воевать и насколько они способны, и боеспособности у них есть. Это другой вопрос. А так Армения идет полной деградации. Вот политики зарабатывают деньги на грантах, на подачках, а они не думают о народе. И эту ситуацию изменит, на мой взгляд, в принципе только Российская Федерация и, может, еще Турция, потому что Турция тоже немаловажный участник процессов. Вы знаете, очень много происходит таких непонятных событий сейчас. Мы вспомним, там, Советский Союз был, что тот же Жириновский, несмотря как он высказывается в пользу, в поддержку армянского народа, он же открыто заявил, что развал Советского Союза начался с Армении, с Карабахских событий, с изгнания азербайджанцев сначала с Армении, потом с Карабаха. Параллельно мы с этим наблюдали события в Узбекистане, когда изгнали турок-месхетинцев. И к чему я это вспоминаю? Как-то такие параллели. Ведь мы знаем, что большое участие в развале Советского Союза принимала Центральное разведывательное управление. Это речь о 80-90-х годах прошлого века. Да, да, да. В 80-90-х годах. Это тогда и было. Как раз когда, как армяне стали гнать азербайджанцев, так и в Узбекистане. Параллельно. Эти процессы были параллельны практически в те же годы. И продолжались. Только в Узбекистане было еще жестче. Там была резня. И еще при Советском Союзе были вынуждены турки-месхетинцы переселяться в Ростовскую область, Краснодарский край, Ставрополье, ну и другие регионы, где им удобно. Ну, опять же, они привыкли, там земледелие, ну, земля подходила. Вот. И это была такая, знаете, трагедия, на которой сейчас уже пытаются опять играть некие силы. Опять начинают играть с теми же турками-месхетинцами. Хотя, я уверен, что проблема исходит как с турками, так и вот с Карабахом из одного центра, Соединенные Штаты Америки. И сейчас один, вот я читаю, меня это возмущает, я знаю этого журналиста, он как бы, у него были проблемы там в Российской Федерации, он как бы поэтнический турок, но он вроде бы защищает турок-месхетинцев, выступает вот сейчас постоянно там, как бы, но оскорбляют Грузию. И более того, говорит о чем? Говорит, что в Российской Федерации туркам-месхетинцам создаются препоны именно в Краснодарском крае, что им не дают регистрации, что у них сносят там дома, чего только нет. Ну, вы знаете, я давно работаю и живу на юге, да, были проблемы с межнациональным общением, да, в начале 90-х, там еще первые годы, там до 2000-х. Сейчас это было везде. Сейчас такого близко нет. Да, турки-месхетинцы выезжали, выезжали в Америку, но это их был выбор. В Америку многие выезжали, изображенцы и русские, но их никто не гнал. И вот сейчас раскачивается опять эта новая тема, и главное, что меня возмущает, вроде бы как бы есть понимание определенное, но журналист говорит о том, что финансирование будет из Американского фонда поддержки турок-месхетинцев. Ну, это как бы, опять же, он живет в Азербайджане, он же прекрасно понимает, что как армян финансировали из Америки, так и эти все движения, то есть он ведется на это. То есть, а это опять же вывозит, такое, вносит как бы раздражение межнациональное. И это не нужно делать. Мы только-только начали налаживать отношения со всеми, с Турцией, и пытаемся с Грузией, прекрасно наладили отношения с Азербайджаном. Насколько я знаю, в Азербайджане турки-месхетинцы тоже живут, их там много, и они себя хорошо чувствуют. Правильно, Россия? Так же и у нас, у нас многонациональный народ. Ну, в принципе, СССР был многонациональным государством, несмотря на то, что там были какие-то проблемы национальные. Ну, мы знаем, как строилась национальная политика в СССР, начиная с времен Ленина и Сталина в 20-30-е годы. Ну, и вот сейчас, в принципе, в России, если так говорить, очень много национальностей живут, как и в Азербайджане. У азербайджанцев, что касается турков-месхетинцев, в 1989-1990 году до 50 тысяч, по-моему, турков-месхетинцев было приютили в Азербайджане, несмотря на то, что из Армении бежали до 200 тысяч, спасаясь от резни, 200 тысяч азербайджанцев, и турки-месхетинцев тоже здесь. Какие истории переплетают? Да, это вообще получается, что это как многострадальный народ. Мы знаем, что в 1946 году Сталин этапировал в Узбекистан, так как в 1946-1944 году, когда хотели что-то с Турцией, какие-то претензии к Ассоциации Советского Союза. И сейчас, в принципе, я вспоминаю, в Ютубе есть лет 6-7 назад снимать, они до сих пор остались в Ютубе ролики и опросы турков-месхетинцев, которые из Ставропольского края, из Северного Кавказа переселились в Америку, и там говорят, как вас там, они говорят, что нас обижают, не дают регистрацию, и так далее. Но вот у меня есть, если в Азербайджане этого нет, то это есть в Ставрополе. Лично меня вот как бы, простите меня, Евгений, смутные сомнения терзают. Из Армении азербайджанцев выселили 30 лет назад, и вот сейчас только-только мы освободили свои территории. У меня вот есть такое впечатление, что, может быть, и в Ставрополе русским это не нужно, а вот эти армяне, они выселяют турков, чтобы как бы больше у них воли было, больше земли и так далее. Потому что несколько лет назад еще вот мы в СМИ читаем о том, что, правда, сейчас у вас более жесткие законодательства, что они пытались там чуть ли не создавать свои территоральные какие-то сепаратистские образования. Вы знаете, всегда существовала проблема такого внутреннего национализма определенного, да, у нас государство многонациональное, и иногда где-то были в свое время упущения, когда особенно говорил Борис Николаевич Ельцер, берите земли и полномочия столько, сколько кому, сколько в руки возьмете, да, и все хватались. И вот на местах, конечно, были перегибы. Вот, можно допустить любые версии происходившего, что в Краснодарском крае, что Старополе, конечно, армянская диаспора сильна. Конечно, она могла, могла, я не уверен в этом, но понимая, насколько их здесь много, давно живут, и опять же, много беженцев приехало в свое время из Карабаха, могли способствовать, конечно, определенным настроениям против турок-насхетинцев, но это прошло, и у меня нет этому доказательств, это предположение. Кстати, тоже не буду называть имена, тоже, наверное, мы все знаем, что вот на российском телевидении есть проармянски настроенные эксперты, которые ставят свои вот интересы высшероссийских, высшекремлевских, московских, тоже все время пытаются стравливать Турцию и Россию. Ну, есть и всегда были и будут до определенного момента. Скажу лишь одно, всегда есть армянское лобби в России, да, проармянское лобби, проазербайджанское лобби, у нас что армян много миллионов, что азербайджанцев много миллионов в России. Вопрос только вот сближение интересов, когда федеральный центр четко скажет, что нужно так и так, то, соответственно, будут будет некий паритет. Сейчас, поверьте мне, гораздо меньше стало антиазербайджанских лозунгов на центральных каналах. Они есть, но их гораздо меньше стало. Более того, скажу, на фоне последних событий, даже такие искренне проармянские политологи заявляют «Боже, братья-армяне, что происходит в Армении, мы вас не узнаем». Вот, это и что там, Евгений Янович Сатановский уже заявил, говорит, сколько мы допомогались. То есть, он хорошо относится к Армении, в принципе. Я тоже хорошо к ней отношусь, просто я не хорошо, как к армянскому народу, я просто не хорошо отношусь к политике армянского государства. И уже меняется определенная позиция в российских властных структурах, естественно, мы видим это. Потихоньку, помимо телеграм-каналов, очень острая информация проходит о событиях в Армении уже достаточно серьезных российских СМИ, чего раньше не было. Так что ситуация меняется. Но я бы не хотел, чтобы она изменилась на то Азербайджанскую. Вот, мы любим Азербайджан. Такое тоже неправильно. Мы партнеры, ну как бы, Россия всегда была великой державой, и как с Арменией дружила, так и с Азербайджаном. Вот, если выстроить такие отношения, когда не будет вообще войны, и будут равноправные, так сказать, деловые отношения, политические и так далее, вот это был бы идеальный вариант, чтобы никто не побеждал в информационной войне именно в злокачественной, которая распространяет злокачественную опухоль недоверия к народу. Говорит там, азербайджанцы плохие, потому что такие, это плохо. Армяне плохие, потому что если будут аргументы, еще ладно, можно дискутировать и давать каждой стороне слово. Спасибо большое, Евгений. Вы смотрели интервью с известным российским политологом, журналистом, экспертом по межнациональным конфликтам Евгению Михайловым. Спасибо. Спасибо.